Сегодня у нас 31 января. Среда. И вот Василий. 7 часов. Восьмой час. Василий приготовил сам себе завтрак. Картошку сам натал, себе сухари. Время с 28. В 4.40 встали, помолились. Я пошел собаками заниматься, а Василий тут хозяйничает на кухне. Это сахар. Ты его ешь? Я его не ем. Убери. Соль потребляешь? Соль Вася добрая вещь. Так написано. Чего ты хотел спросить? Про сахар. Про сахар и про соль. Сахар в кашу. Иногда, когда варю, добавляю. Я не варю, я в маму ставлюсь. В компот. В каши. Где-то тут компот еще надо сварить себе. Компот Вася любишь? Любишь. Любишь. Вот. Можешь сварить. Так. Чего хотел спросить-то? Ну про сахар. Ну спросил. А чего не ешь, не садишься? Так восьми нету. Восьми нету. Ну давай. Чего время тебе? Чего ты будешь до восьми часов это тереть? Никому не надо. Вытер все. Вложи. Это ты делаешь вид, что ты чем-то занят. На самом деле это пустое все. Чего тереть? Все. Молись. Пролил мы немножко. Пролил мы немножко. Все. Это ты вода из морозилки. Отталая, да? Вот. Ну вот дополни графин. Видишь, графин я очистил. Видишь, он теперь блестит. Вот. Да доливай сюда воды. Да пусть она. Там вот. Там лед. Ну вот. Она здесь уже будет это остывать. А там она долго будет холодная захочется. Закатаю там. Я уже налил себе. Себе налил. Ну ты не только о себе думай. Я же тоже днем пью. Я приду. Только здесь она сохранится лучше. Она во льду. Так она уже талая. Ты сюда ее отливай. Ты чего оперечишь? Ты тебе сказал? Ну она во льду. Она дольше сохраняется. Зачем ее сохранять-то? Она эта вода. Она же не мясо. Она не тухнет, ни ничего. Ну вот воду морозим из-под крана. И вот талая она. Говорят, что в ней меньше в ней микробов. Все они вымерзают. Вот. Хорошая волосина какая-то. Все, закрывай. Все волосатые собаки. Все. Повар, он должен быть. И хозяин тоже волосатый. Чтобы волосы в еду не попадали. Закрывай. И хозяин волосатый. Закрывай крышкой. Это и это. Все волосатые. Вот. Ты видел, что повар на кухне он всегда колпачок одевает. Чтобы волосы не ели. То закрывай крышкой. Все. Пусть она дальше там тает. Так. Это. А это мед. Это. Это вот. Лед попал. Вот. Это вот. Ты вот только вот наложил на дне мед у тебя. Ты любитель меда. Любитель сладенького, да? Это очень сладкая, приторная. Как ты ее все пьешь-то? Ну, как и тут. Это. Питался правильно. Диким медом и акрилами. И ты хочешь ему подражать, да? Ну. Сколько ложек на такую баночку ты меда положил? Да я вилкой. Вилкой. Ну. Это очень приторно. Так. Давай. Молись. Садись. Надо погреть. Чего погреть? Я сначала это. С медом. Воду пью. Ага. Горячую? Ну, какую горячую? Зачем горячую? Ты говоришь, надо погреть. Воду погреть или что? Ну, когда тут лед попал. Я как наливал верхнее. Ага. Так ты вот. Кипяточек. У горловины мед. Это лед, то есть. Ну. Да. Она не растала. В графине из графины чего не налил? Как брякнул, так все поделось. Ну. Можно холодно. Вот здесь чайник стоит. Кипятком-то разбавляю. Все. Нет. Ты сейчас будешь стоять. Время тратишь. Ждать пока лед. Включай чайник. А кого разбавлять-то? Нет. Сюда кипятку дольешь и уже можно будет потреблять. Нет. Ты будешь полдня стоять, шваркать этот лед. Зачем тебе это надо? Надо мне размешать. Лед. Это мед. Ну. Надо размешать. Ну. Ты полдня будешь стоять его мешать. Тебе в твоем возрасте такие напитки приторные. Не. Ни к чему. С голодухи-то. С голодухи-то. С голодухи-то. Ты вчера... Поголодали, поголодали. Мы вчера не голодали. Мы объявили бесу Чревогодия в войну. А бес боится поста и молитвы. Так Господь Иисус Христос нам заповедал. Сей род изгоняется только постом и молитвой. А вот вчера с Божьей помощью выдержали. Я не пил, не ел. И ты не ел, не пил весь день. Не ел, не пил. Ну вот. Можешь же. Когда-нибудь такое у тебя было за 70 лет? Чтобы ты постился вот так сознательно. Я не про болезни говорю. Постился. А? Не. Голодать голодал. Поститься не поститься. Как бы это был пост. Все. Голодал. Слава тебе Господи. Слава тебе. Включай чайник. Холодная, шибкая, ледяная. В чайник включи кипятку разбавь. Можно будет есть. Вот послушный какой. Молодец. Справляешься. Бес отходит от тебя.